Недострой опасный для детей. В Ельниковской роще Новочебоксарска строит новую детскую площадку в рамках республиканской программы. Игровое оборудование установили еще летом, но вот безопасного покрытия для игр там до сих пор нет. Строители, по рассказам местных жителей, уже давно не навещали объект, а вот дети, наоборот, облюбовали. В нашу редакцию обратились неравнодушные новочебоксарцы, которые опасаются за здоровье местной ребятни. Ведь площадка пока травмоопасна на каждом шагу. Шаг влево, шаг вправо – травма. Эта детская площадка пока не соответствует никаким СНИПам и ГОСТам, хотя ее возводят в рамках программы формирования комфортной городской среды. Контролировать строительство, по сути, должен Институт территориального развития Минстроя Чувашии. Однако сегодня под ногами у детей валяется электрический кабель, из земли торчат железные штыри, ненароком упав на которые можно получить серьезные увечья. Тем не менее, дети не задумываются о последствиях и в припрыжку бегут сюда играть. Ну, мы приходили однажды с подругой сюда, я вот тут прыгнул и вот туда упал. Тут девочка еще прыгала, она у нее вот тут застал и назад вот так упала. Так, и чем закончилось все? Пошел в травмку? Или отряхнулся и дальше побежал? Ну, она просто отряхнулась и пошла туда куда-то. А у тебя как все прошло? Ну, я посидела, у меня прошло. Может, не стоит тут гулять? Ну, гулять больше негде, поэтому мы здесь гуляем. А если ребенок, заигравшись с друзьями, позабудет о том, что площадка не совсем готова к приему гостей, и скатится вниз, боюсь, он может получить даже перелом позвоночника. И все же игровая площадка пользуется высоким спросом. Эти кадры сделаны новочбоксарцами в минувшие выходные. Видно, что разом здесь резвились около 30 детей. Рядом с ними есть и взрослые, которые молча наблюдают. Впрочем, как и сегодня. Вы почему здесь детям разрешаете играть? Не страшно за их здоровье? Подожди присмотрим. Мы же смотрим. Им же нравится. А куда? Куда сейчас пойти еще? А куда сейчас можно идти? У нас в городе куда еще пойти? Где еще можно идти? Кроме Еленниковской рощи. Раньше все аттракционно работали. Все. Когда у меня дети росли, мы, а сейчас вот внука, вот. Почему недостроенный объект не огородили? И почему никто не следит за тем, чтобы дети здесь не играли? Ведь площадку не ввели в эксплуатацию. Эти вопросы мы адресовали начальнику отдела благоустройства администрации города Спутника. Должны эти работы заказчик обеспечивать безопасность, сохранность и уничтожение. Заказчик, министр, в лице Института территориального развития. Мы об этом сообщили в институт, что, в общем-то, так дело не пойдет. И необходимо здесь каким-то образом прекратить доступ и как минимум быстрее доделать работы. Не затягивать с этим делом. У них срок 1 ноября. Но мы рассчитываем, что будет выполнена данная работа раньше. До 1 ноября осталось ровно две недели. Удастся ли подрядчику завершить работу по благоустройству детской площадки раньше или хотя бы в срок, узнаем совсем скоро. А пока берегите детей. Екатерина Храмкина, Вадим Владимиров, Вести, Чувашия.